Сделать дорогу, взять вертолёт в лизинг, прекратить вырубку леса, запретить использование сланика под новогодние нужды. Правительство Коломы выделило 30 миллионов рублей на поддержку туристических проектов Магаданской области. На эти средства специалисты реализуют идеи, которые помогут улучшить сервис и доступность туристических услуг. Каждый коттедж нам выходит где-то 800-900 тысяч. Поэтому у меня вопрос немножко другой. То, что база развивается нормально, только за этот сезон 4,5 тысячи – это те, которые видим мы. Налоги мы платим. Людям сейчас пытаемся обеспечить все эти тропы здоровья, сплавы, со всеми фирмами туристическими готовы сотрудничать. Как отмечают эксперты, из-за пандемии отдых в своей стране и в своём регионе – наиболее правильный путь для профилактики болезни. Кроме того, Дальний Восток, особенно Магаданская область, пользуются успехом. И на Коломе, и в её столице немало мест отдыха, которые могут заинтересовать туриста, утверждают специалисты. Также обсудили важную для области тему – вырубку слаников в преддверии Нового года. «Прекращаем рубку леса, тем более кедрового сланика. Я дал указания такие. Немедленно причём. Я… Вот было совещание на этой неделе с Минприродой на столбы электрические рубить лиственницу вот такую, которой 150-200 лет. Каждая лиственница такая, национальное достояние. Так же, как кедровый сланик. Я не знал, он, оказывается, растёт 200 лет. Ну, в том-то и дело. Значит, запрещается. Немедленно причём. Спасибо. Спасибо.